Блин, привет друзья, это Дран, в общем зашел мне этот формат, вы не видите меня, мне можно там не стричь бороду, не заниматься там собой, и ничего, абсолютно мне так понравилось вот это вот именно само видение, да, вот процесса обзора там чего-либо, и как вы уже поняли, сегодня мы будем с вами говорить про наушники. И вот немного предыстории, да, возвращаясь немножко назад, что почему я вам немного объясню, это сотки, это вот на моей памяти из всех ушей Sony, которые у меня были, я считаю это лучшие наушники по звуку, по расположению на башке, по силе вот упругости сдавливания, по ширине дужки, по форме амбушюры, вот буквально во всем, потому что в них нет никаких сенсорных панелей, У нее есть, вот у них есть вот такой вот замечательный, просто великолепнейший цвет, который я просто у меня пленил, очаровал, но я вам порекомендовал бы, наверное, еще, допустим, к такому цвету докупать какие-то аксессуары, да, вот именно такого же цвета, ну и кроссовки, футболку какую-то, да, или еще что-то такое. В общем, уши просто потрясные, но, есть одно маленькое но, я в них потею, когда я катаюсь на велосипеде, когда я занимаюсь спортом, я в них просто адски потею, у меня с ушей просто текут ручьи пота, то есть, если кто-то занимается спортом, да, и при этом вы любите послушать такие вот полустудийные, я бы сказал, мониторы, да, с хорошим звуком, с закрытым, вот именно диффузором, амбушюрой, когда у вас ухо полностью помещается вовнутрь, вот. Вот, вы, наверное, вы наверняка сталкивались с этой проблемой, да, проблема именно пота. Я, как бы, нашел выход, вот это вот, не смотрите, это у нас Анна Борисовна красит голову, иногда вот остается от краски, вот такие вот вещи, она их тоже очень любит, эти наушники. Я нашел выход, то есть, если вы подписаны на мой инстаграм, вы, наверное, видели у меня в инсте вот этот вот замечательный пост, дело в том, что Sony выпустили тысячники, в формате, не монитора, в формате затычек, это тысячники, то есть, они даже называются тысячник, Mark III, только серия эта называется, по-моему, X, если я ничего не ошибаюсь, то есть, вот, по заверениям, вот, потому, что написано на коробке, это индустриальный стандарт шумоподавления, здесь используются какие-то новейшие процессоры, какое-то вот новое все, и давайте, наверное, этот видос не будем рассматривать как окончательный обзор, окончательный вердикт по этим ушам я вынесу немного позже, я сейчас их открою, и вы, наверное, попробуете насладиться именно распаковкой вот этой вот замечательной вещи, как обычно у нас тут гарантийный талон, пленочка, и самое первое, блин, так жалко вот такую вот штуку, посмотрите, здесь металлизированная какая-то наклейка, это просто круто, главное, с пленкой, будете выкидывать пленку, не забудьте про гарантийный талон, его нужно будет вам сохранить, знаете, что прикольно, прикольно в том, что коробка по фактуре, вот, по дизайну, по вот этому слайдеру, она полностью повторяет тысячную серию, то есть мониторов, то есть полностью, если вы видели видос, тот видос распаковка, тот видос обзор, который я делал именно на тысячную серию, то вы, наверное, заметили, да, что коробка полностью повторяет вот, ну вот, буквально во всем, то есть wireless, noise cancelling, здесь у нас идет небольшое описание, тут какие-то корейские, японские, английские, еще какой-то язык, русский, беспроводные серионаушники с функцией шумоподавления, и интересно, самое прикол, только не ржите, пожалуйста, бездротово, вот, бездротово, бездротово стереогарнитура, я, давайте объявим конкурс, да, на каком же это языке было написано, и что значит слово бездротово, понятия не имею, интересно, что здесь на коробке написано именно цвет black, потому что, по-моему, все коробки с изображением именно черных будут ушей, но у этой модели ушей очень много цветов, я так понимаю, там цвета 3 или 4, но я вот выбрал черные, почему, да потому что грязь в ушах и прочее дерьмо, вот, но вообще не суть, вот такая вот коробка, конечно, упаковка потрясающая, вот эта фактура самого картона, вы знаете, он как будто бы напылен каким-то лаком, с каким-то глянцем, то есть, ну, выглядит все очень здорово, точно такая же отворот, картонный отворот, точно такой же, как на тысячной серии мониторах, нужны, смотрите, здесь какой-то войлок, это какой-то солдат пошел на раздербан, из его шинели сделали вот такой вот вкладыш сюда, чтобы оно не царапалось во время транспортировки, это просто потрясающе, ну, и давайте, наверное, сами уши, как вы уже догадались, да, все подобного рода наушники идут вот с таким вот док, с такой вот док-станцией, это зарядник, примечательно, что она сделана овальная, да, и ставить ее на стол или класть, ложить можно будет либо вот так, либо вот так, но как бы не как вот так, не знаю, что им помешало сделать ее полностью квадратным, но, по всей видимости, такая задумка, ну, не будем вмешиваться в дела дизайнерские, потому что мы с вами не дизайнеры, нам только надо поставить лайк или дизлайк, вот, выглядит как обычная док-станция для зарядки наушников, то есть тут ничего такого сверхъестественного нет, дальше вытаскиваем сами ушки, блин, вы знаете, они вот на обзорах, на картинках, на фотографиях, они, конечно, выглядят гораздо громоче, то есть, я, если честно, думал, что на коробке изображен их натуральный размер, потому что, ну, когда читаешь там надпись, тысячник там, допустим, ну, я знаю, что такое тысячные уши Sony, да, беспроводные, то ожидаешь каких-то вот, вот размеров, вот чего-то, вот такого вот, но, блин, они очень маленькие, допустим, если их сравнивать с подсами, то, ну, я не знаю, они, наверное, по размерам, ну, не сильно их превосходят, потому что это немного другой конструктив вообще, чем подсы, подсы, я напомню, они просто вытянуты вниз, аккумулятор находится в нижней части самих наушников, я, в дальнейшем видосе сравню их с подсами, по звуку, но, опять-таки, по, по моим субъективным наблюдениям, да, будем мыслить, а оно туда примагничивается, и оно сюда примагничивается, то есть, получается, что магниты держат замечательно, не получится у вас потерять, наверное, эти уши при открытии коробки, чтобы они разлетелись и прочие вещи, я не знаю, вам, наверное, сейчас видно будет плохо, но, вот здесь светится корпус, красненьким, то есть, здесь не отдельный фонарик, а светится прям в такой полупрозрачный корпус, сенсорные панели, я уже знаю, что это сенсорные панели, я почитал про эти ушки немножко, да, давайте пока их закроем, отложим, посмотрим, что еще в коробке, а вот это, по виду напоминающая пластик, чуваки, 2019 год, это вот такая обработка картона, это охренеть просто, как будто бы это пластик, причем все утилизируется, все это не вредит окружающей нас среде, подробные инструкции, рекомендую вам читать инструкции, тем более, здесь все в принципе понятно описано, расписано, что первый запуск нам надо будет их немножко подзарядить, вот, вот тут вот такая вот батарея, амбушюр, ну я не знаю, как правильно, если амбушюры в мониторах, это вот такая вот кожаная составляющая, с поролоном, как называются вот эти вот резинки в затычках, я, наверное, понятия не имею, поэтому не буду вам говорить, ничего такого, два цвета, два цвета, по три размера в каждой, то есть, помимо того, что у нас сами уши еще здесь, имеют уже, одеты на себя вот эти вот резинки, это удивительно, там еще какая-то надпись идет, ну, в общем, обо всем этом подробнее будет немножко уже в обзорном видосе, у нас два вида, полупрозрачные и совсем черные, черные, что интересно, сделаны, вы знаете, из такого, как бы вспененной резины, то есть, это не просто резина, это такой, как будто бы вспененный какой-то полиуретан, полиуретан, очень приятный на ощупь, это не резина, я думаю, это сделано специально для того, чтобы у вас ваши драгоценные уши, как в моем случае, не потели, да, и вам не было, то есть, наушники не составляли вам никакого дискомфорта, поразительно, приятная вещь, еще, конечно же, это Type-C USB шнур, короткий, это очень круто, то есть, в наше время, пауэрбанков, доступных каких-то там, USB портов, да, ноутбуков, таскать длинные шнуры с собой, метровой длины, то есть, не имеет смысла, на самом деле, вот этого и хватит, это на самом деле, очень круто, вот, что тут еще, картон, и у нас, вот такой вот, пакет с инструкциями, Google Ассистент, у нас, инструкция по управлению наушниками, наверное, нет, это не управление, это инструкция, как их вставлять в уши, и вот, чисто азиатский, такой прикол, вот с этими разворотными лавашами, я не знаю, почему до сих пор делают, вот такие вот вещи, непонятные, какие-то разворачиваешь, гигантский, просто какой-то лаваш, где, не сильно понятна последовательность, что мешает сделать это все, в формате книжечки, да не имеет, наверное, вообще никакого смысла, не имеет никакой разницы, я имею ввиду, в общем, у нас тут последовательность, изображена, обезображена, всего, есть микрофоны, у нас самое, что интересно, noise cancelling, это, как раз таки, шумоподавление, в ушах, затычках, чуваки, это очень круто, то есть, как бы, я до этого сталкивался, с шумоподавлением, только вот, в подобного рода, мониторах, и наушниках, немного более, меньшего размера, да, но вот здесь, вот, у нас шумодав, именно в затычках, тут еще прикол у этих ушей, в том, что, здесь, они портуются, то есть, они связываются, непосредственно, каждый в отдельности, с телефоном, то есть, здесь каждый наушник, работает с телефоном, по отдельному каналу, это очень круто, здесь нет такого, как знаете, распространенная вещь, что, один подключается наушник, и второй наушник, уже подключается, к тому, который подключился, то есть, по сути, если вы используете наушники, эти, не для, не для прослушивания музыки, а как какую-то дорогую, качественную гарнитуру, то, я думаю, это для вас будет идеальный вариант, потому, что вы тут, в принципе, можете цеплять, любой из наушников, да, и любой из этих наушников, он будет, конечно же, работать замечательно, вот, все это дело, у нас тут заряжается, через USB Type-C, это очень круто, шнурок, то есть, подключаете его к пауэрбанку, подключаете его куда угодно, по заверениям инструкции, то есть, эта штука заряжается очень быстро, 10-минутной зарядки, хватает на 3 часа работы, вот этих вот наушников, то есть, даже если они у вас подсели, они у вас подсели, вы едете куда-то в спортзал, достаточно положить их в коробку, 10 минут они у вас подзарядились, достаете, и в течение 3 часов наслаждаетесь качественным или некачественным звуком, но, по крайней мере, то, что я видел, те обзоры, что я слышал от блогеров, причем, я специально смотрел не аффилированных блогеров, я смотрел всяких аудиофилов, блогеров, звук нахваливают, как передать вам, показать это звучание, я пока не имею ни малейшего понятия, в то время, как, допустим, я делал обзоры вот на подобные уши, я сюда просто клал петличку с проводком, да, и вы могли слышать, как работает шумоподавление, вы примерно могли оценивать качество звука, но, опять-таки, в меру испорченности самой петличной этой системы, как вот эти уши, передать их звучание, я вам, конечно же, не смогу, но вам придется довериться, наверное, мне, да, довериться моему выбору, и сделать какие-то выводы, покупать вам их, не покупать, забегая вперед, опять-таки скажу, это не обзор, чуваки, это не обзор, тесты будут немножко позже, немножечко попозже будет видос, уже по красоте снятый, я все макрообъективом поснимаю вам качество материалов, вот это вот все, и расскажу вам немножко про звучание, поэтому ждите, чуваки, будет обзор, ждите, всем пока, ставьте лойсы, целуйте руки, еще я не сунду, все, всем до свидос, пацаны, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok